Всем привет! Сегодня очередную игру посмотрим, которая Open Source, и это у нас Dungeon & Growl Stone Soup. И это, и это, и это, и это, блин, ладно. Это у нас наподобие roguelike, есть типа игры, roguelike называется, там ASCII графика используется. Либо же можно, либо же можно, вот, не ASCII графику, а обычную графику graphical tiles использовать. Так, отстань, кликнул, что-то. Так вот, ну уже подобная игра была, и я там, правда, запускал в текстовом режиме, в режиме ASCII графики. Вот, чуть-чуть не разобрался, но там можно было запускать и в таком режиме. То есть оно одинаково, да, то есть всякие символы просто заменяются на картиночки. Вот, на чем оно написано, я еще не знаю, так как я стараюсь все делать в режиме реального времени. И давайте вот тут, если, ой, не-не-не-не, давайте вот тут, наверное, сходники, либо давайте вот Linux посмотрим, почитаем, почитаем. Так, так, это, походу, я кликнул на архив, нам надо найти, нам надо найти... А, вот, смотрите, for health, using git, короче, давайте quick start guide, прочитаем. Так, что нам надо? Нам надо склонировать репу для addher user, ну, для остальных я буду, да, вот это использовать. Так, это было 0k, что-то легко не получилось установить, поэтому, поэтому, поэтому. Так, git clone, и склонируем эту чту. А, и там уже все было. Вот, я понял. Так, сейчас будем клонировать. Дальше, 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 что нам оно говорит? Оно нам говорит, чтобы мы потом, правда, обновили все модули. Дальше, ну, это для разработчика. Тут ключи, походу, надо сгенерить, нам не надо. Обновлять не надо, не надо, не надо, а где-то, где-то, не, патчи тоже писать мы не будем. Нам надо всего лишь собрать. Всего-навсего собрать. Ну, ладно, я думаю, мы разберемся. Точнее, я разберусь. Ну, в принципе, вот, смотрите, выкачивается довольно быстро. Так, самое главное, самое главное, где там команда, submodule init, на память я не помню, сейчас сделаю. То есть, первым делом, склонировали репозиторий. Дальше надо будет перейти в эту директорию. Вот оно. Вот оно. И вот здесь обновить все модули. Вот. Ну, пока обновляется, можно посмотреть дальше. Как собирать? How to play нам неинтересно. Нам интересно how to build. How to build непонятно. Хм. Интересно. Так, ладно. Install, install. Quick start, guide. Давайте посмотрим. Так, это прям ссылки на архивы. Вот и класс. Да, кстати, как вы видите, есть эта игрушка и под Android. Очень интересно. Попробуйте, да. Есть под Windows, Mac, Android. Ну, и под Linux тут. Скорее всего, да, будет написано, как собирать. Так, что у нас там? О, сабмодули. С сабмодулями вроде все в порядке. И что дальше? А дальше сейчас будем читать. Короче, короче, быстренько взглянул. Нету никаких файликов вроде как собрать. И вот я зашел сюда и увидел здесь исходники. И я здесь увидел makefile. Makefile это хорошо. Но ни автоконфига, ни семейка я здесь не вижу. Что мы видим? Мы видим, что игра вроде как написана с использованием языка C++. Не знаю, давайте попробуем make запустить файл. Ну, да. Здесь просто make, что удивительно. Потому что, в принципе, уже все давно на более удобные системы сборки перешли. Ну, возможно, здесь прям все в makefile все правила и заданы. И люди не заморачиваются. Так, потому что я здесь по... Так, посмотрел, посмотрел. Ничего не увидел. Ну, инструкции по сборке не увидел. Ну, посмотрим. Смотрите. Сборка идет. Надо было делать makej8, да? Чтобы сборка была многопоточной. Я все время об этом забываю. Забываем. Так, наверное, надо подождать. Или давайте я сделаю вот так вот. И сделаю makej8. Может, быстрее будет? Ну, в принципе, кажется, что быстрее. Хотя я опять, наверное, неправильно ввел этот make. Давайте makej. Там надо пробел или не надо? Наверное... Да, что-то такое выводит непонятное. Вообще не то. А ну-ка. C++. Не-не-не, не C++. А... Build. Build. Make. Ты смотри. Наверное, пробел... Надо было в справке посмотреть, короче. Короче, короче, давайте откроем справку. И лучше посмотрим тут. Man. Ой-ой-ой. Make. Help. Так. Где тут же? Прей. Ага. Не. Через пробел. Все правильно. Вот. Все правильно. Ну, ладно. Что ж. Давайте-ка подождем. И посмотрим, что получится. В принципе, в принципе, что-то собирает. И... Я так понимаю, там зависимости особо нет. А где-то я увидел... Где-то я увидел... Эту... SDL. Вот. Я так понимаю, игра написана с использованием SDL. Сейчас я перейду вот сюда. Вот у нас исходники есть. Давай-давай, сорсы, заходи. Вот, сорсы, заходи. Вот, есть исходники. И здесь я сразу же увидел SDL.mein. М, М, точка М, это, скорее всего, да. Подмак. Это аналог... Ну, у всех нормальных людей точка С, где этот расположен сам исполняемый код. Вот. А у Macintosh это М. А если это типа С++, то там ММ, по-моему. Я уже не помню. Так, короче, короче, да, тут SDL. И давайте посмотрим, make у нас отработало. То есть я не запускал ничего. Ни автоконфиг, ни автомейк, ничего не запускал. И смотрим, что у нас уже есть бинарный. Ну, давайте я попробую его запустить. Что из этого получится? Пока ничего не... Ух ты, блин. Что-то получилось. Да, только, а как мне запустить? Они... Ёлки-палки. Хорошо, хорошо, хорошо. Это типа имя надо написать. Какое мое сегодняшнее имя? Кверти. Ёлки-палки. Ага, вот я перемещаюсь. Я понял. И типа надо... А что такое? Блин, надо запускать с этим. С графикой. Ну, так тоже можно. Если перейти, я думаю, там вики есть и все такое. Так, наверное, тоже можно. Только давайте-ка... Выйдем. Дринк? Нет. Давайте контроль-ц. Блин, как мне отсюда выйти, ребята? Клоус. В любой непонятной ситуации... Там, скорее всего, надо было какую-то команду ввести. Так, давайте я попробую хелп. Хелп все-таки. Хелп и... И попробовать... Попробовать запустить так. Кравл... Хелп. Ага. Хелп какой-то есть. Если хелп есть, значит мне надо стайлами. Мне надо запустить в графическом режиме. А как это сделать? А как это сделать, я тут не вижу. Так, Charter Name. Директории. Ладно, сейчас я попробую найти, как запустить неваски режиме. И продолжим. Не поверите, ребятки. Дело в том, что... Что надо было открыть makefile. И здесь все написано. Ну, вот написаны параметры. И надо было собирать вот с параметром tiles. Тайлз. И вот здесь еще куча параметров. Куча параметров. Куда, что и как. Куда, что и как. Окей. Давайте сейчас попробуем собрать с параметром tiles. Так, так, я говорил, да, я тут отвлекался, что я говорю. А, да, надо, надо нам запустить стайлосами. Ну, с графикой. И еще, ну, вот можно звук. Короче, параметр, да, написано. Установите что-нибудь для включения картинок и звука. Давайте попробуем. Make tiles равно 1. И давайте sound равно 1. И j8. Так. Надо было, наверное, clean сделать. Так, что у нас? Make. Ага, вот, зашло у нас в tiles. Так, как тут понять, что наши настройки, ну, мои, точнее, настройки применяются? The use tile local. Yes. Use local. Есть. O2 оптимизация у нас стоит. Использовать звук. Да. Походу сейчас будет игра собираться. Да, вот шрифты уже под Deja Vu Sans подгружаются. Моно. Ага, Deja Vu. Ну, наверное, потому что он красивый шрифт и потому что он, наверное, бесплатный. Так, что мы тут еще видим по флагам? По флагам больше особо ничего не видно. Ну, да, это SDL-евские вон библиотеки. Вот SDL видим. SDL видим. Короче, сборка пошла. Я понял. То есть, в любой непонятной ситуации, ребятки, читайте. Readme, либо Make, либо еще что-то. Ну, короче, надо читать. Как видите, разные разработчики в разных местах ложат или кладут описание, что надо сделать. Ну, обычно на GitHub это здесь демонстрируется какой-то Readme MD, вот, и в котором все написано. Ну, то есть на главной страничке сразу все можно прочитать. Тут же такого нету, не наблюдается. Так, сколько уже? Ого, 12 минут пишем. Окей, ставлю на паузу и ждем, пока соберется. Собралось. И давайте сразу запустим Крау. Вот. Вот. Это другое дело. Вот. Ну, елки-палки. Смотрите, даже сохраненная игра осталась. Давайте все с самого начала. Я, по-моему... О! О! О, смотрите. Теперь я могу ходить. Вот. Теперь совсем-совсем. А как зайти сюда? Пробел нажимаю. Enter нажимаю. Ничего не происходит. Так. Что-то я поднял. Короче, вот такая вот игрушка есть. Как бить, я не знаю. А ноун-команд. Но уже более-менее понятно. Да. Да. Это вот какой-то портал. Судя по всему, надо что-то нажать, чтобы... Чтобы туда зайти. Я нажал букву Е. Я думал Enter. А это It. Нет. А. С. Д. Что такое D? Дроп? Не-не-не-не-не. Дроп не надо. Ф. Ух ты. Ух ты. Что такое F? Нет. Короче, короче. Ребятки, тут, наверное, надо справку почитать. А как выйти? Не. Ну, я так не играю. А. Смотрите. Тут оно подсвечивает. Тут дело... Ага. А. Автоэксплор. Опачки. Это типа... Ммм. Типа автоисследование. Так. Wait is single. С. 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 For items. Look up help. Так. Короче. Вот систем... О. Системные команды есть. Есть навигация. Есть скиллы. Есть еще куча всего. Короче, ну, наверное, игра интересная. Наверное. Я бы в нее поиграл, если бы было время. Так. Вот только как выйти. Q. Нет. Ехит. Нет. Эм... Контроль Q. Do you want... Yes. Абадон. Да. Я хочу покинуть. Inventory. Окей. Окей. О. Вот. Вышли так. Тут где-то, по идее, еще должны быть настройки какие-то, которых я не вижу. А есть ли тут настройки? Инстракшн, арена, очки, какой-то спринт, туториал... Хм... Нет. Ну и ладно. Короче, довольно интересная игра. Написана на языке C++. Используется библиотека ESDL. И вот они все исходники собираются без дополнительных всяких настроек. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.